3, 2, 1 Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию закуску, без которой не обходится, по-моему, ни один праздничный стол в нашем доме. Давайте готовить вместе. Для начала нужно подготовить баклажаны. С двух сторон я счищу с них шкурку. Отрезаю хвостики. И теперь нарезаю их толщиной, не слишком тонко. Вот так, вдоль. Сейчас уже не сезон баклажанов. Баклажаны тепличные. Но ничего, это тоже получается с них, даже с таких получается вкусно. Вот так нарежем все баклажаны. На такие пластинки. Вот на такие пластинки я нарезала все наши баклажаны. И теперь каждый баклажан я буду слегка присаливать. Посмотрите, вот так буду слегка сыпать на баклажан каждый, на каждую пластинку, вернее, соль. Вот так. Натирать и класть в тарелочку. Все баклажаны я посолю. Сильно не солите, прям слегка щепотку. И с двух сторон промазываете как бы их. Вот так. И вот так все баклажаны. И оставлю их хотя бы на полчаса. Надо, чтобы они полежали. И с них пойдет, начнет выходить вода. И горечь, если она есть. Посмотрите, баклажаны у меня пролежали полчаса. Сколько с них вот выделилось воды. Я их слегка отожму и буду выкладывать на противень. Слишком сильно давить не надо, чтобы сохранили форму. И вот так потом отправляю в духовку. Посмотрите, сколько воды с них вышло. Я их слегка отжала, выложила на противень. Сбрызнула растительным маслом без запаха. И буду выпекать в духовке на 200 градусов примерно 20 минут. Долго не запекайте, чтобы они у вас не высохли. Ориентируйтесь, пожалуйста, по своей духовке. Баклажаны наши готовы. Теперь сделаем начинку для них. Начинку я делаю самую простейшую, но самую вкусную. Из всех начинок, что я пробовала, больше всего мне нравится самый простой вариант. Как всегда, все гениальное, просто. Сначала я помещу орехи в блендер. Орехи и к ним сразу же отправлю чеснок. У меня зубчики маленькие. Я отправляю 3 зубчика. Но это опять-таки дело вкуса. Сколько вам чеснока. Можете вообще, если вам чеснок не нравится, можете не класть чеснок. И прокручу их в блендере. Орехи размолола. Отправляю в миску, где буду делать начинку полностью. Теперь к орехам я добавляю... У меня буквально тут столовая ложка майонеза. Если вы майонез не едите, можно добавить немного кипятка. Потому что орехи сами по себе жирные. Можно спокойно добавить кипяток. Но если вы будете добавлять кипяток, тогда добавьте сюда еще или уксус, или лимонный сок немного. Так, я отправляю сюда еще острый красный перец. Черный молотый перец. Опять-таки все специи на вкус. Добавляю сюда соль. Баклажаны у нас соленые. Если помните, я их слегка просаливала, потом отжимала, не промывала. Сюда же я нарезаю кинзу. Еще один очень вкусный ингредиент, который я сюда добавляю, сочетается хорошо с орехами. Это хмели-сунели. Вот так немножко. Теперь майонез сюда. И все это перемешиваю. Когда приготовите эту начинку, попробуйте на вкус, чтобы она вам понравилась. Если чего-то не хватает, добавьте. Начинка готова. Кстати, я добавила к ложке майонеза, добавила еще кипяченой воды. Не кипяток, я сказала кипяток. Не кипяток, а кипяченую воду просто можно добавить. Просто, чтобы вот это все хорошенечко стало однородной, эта масса. Такой, более гладкой. Все, и теперь наши баклажаны будем скручивать из них рулеты. Беру каждый баклажан, кладу вот на этот кончик баклажана, на этот краешек. Много начинки не надо, а то она будет у вас вылазить. И вот так закручиваю в рулет. Чтобы рулеты были более круглые, вот этот кончик, внутрь загните его, они тогда более у вас будут кругленькие, а не плоские. Вот так. Можно нанести по всей длине, вот так, не доходя до края. Это уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Вид. И вот так заворачиваем. Вот так сворачиваем все рулеты. Так будет симпатичнее смотреться, если вы будете по всей длине баклажана его распределять начинку и аккуратненько скручивать. Вся начинка у меня практически ушла. Вот осталось на одну пластинку баклажана. Я вам напишу в описании, сколько орехов, сколько всего. Специи по вкусу добавляете. Я вам примерно напишу, вы добавляете по своему вкусу. Все, наша быстрейшая и самая вкусная закуска готова. Сейчас я выложу ее на блюдо и покажу вам. Наша красота и вкуснота готова. Это очень быстро, очень просто и очень вкусно. Если вы один раз приготовите это на праздничный стол, эти баклажаны, то вы будете готовить их на каждый праздник. Я выбираю для вас самые лучшие рецепты, которые всем по вкусу. Поэтому я всегда говорю, что попробуйте, вам понравится. Посмотрите, они какие красивые, нежные. Сказка! Делайте сразу двойную порцию, если будете готовить на праздничный стол. У вас ничего не останется. Доедать не придется потом. Как обычно в празднике доедают салаты. Посмотрите, и на разрезе очень красиво смотрятся. Вот такой у них разрез. Если хотите, можете добавить паприку для цвета. Но мы ничего не добавляем больше. Запеченные баклажаны, орешки. Хмели-сунели подчеркивают их вкус. Кинза тут тоже. В общем, тут все дополняют друг друга. Ничего лишнего, ничего. Вот все, что надо, все здесь есть. Больше ничего не требуется. Попробуйте, вам понравится. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Хочу пожелать вам, как всегда, мирного неба над головой. Будьте добрее. Будьте счастливее. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...